Добрый день назову я это видео планерка я думаю что раз в неделю может быть и два раза в неделю нужно будет уже по портфелю проводить такую планерочку как обычно она проводится если у нас было несколько трейдеров которые бы занимались портфелем каждый бы отвечал за свой инструмент или за свое направление то есть вы должны понять что мы вам рассказываем абсолютно серьезные вещи они какие-то выдуманные то есть у нас реальный портфель открыт он в интерактив брокерс также у нас есть реальный портфель и которые открыты в трейд стейшн они между собой пересекаются но один из портфелей которые открыты интерактив брокерс мы онлайн все сделки копируем в открытый публичный портфель который вы можете к нему подцепиться и пользоваться им сколько вашей душе будет угодно но начнем мы с планерку с того что вы видите у нас открыт трансушен наш любимый вслед а в котором мы разобрали 1 2 3 4 5 идеальных сигналов и у нас зреет сейчас то место тот сигнал пока еще она сформирована но так сказать не так что прям вау вау но вполне возможно что по дивергенции отсюда и спокойно начнется коррекция но речь сейчас не о том речь о том что я хотел бы чтобы вы пересмотрели и ролики они помечены рик трансушен по данному сигналу по данному сигналу и последний третий по данному сигналу именно пересмотрите сигнал лунг если есть время можете конечно пересмотреть и видео про выход но особо уделите нескольким роликом по последнему сигналу на лонг какие мы делали выводы как мы его увидели какие мы задачи ставили и почему определенно точно мы показали вот это данное место что у нас будет обновление вот этого локального хая тут у нас конечно цель есть и семь с половиной но тем не менее пока данный вот максимум мы не обновили вполне возможно что даже и отсюда уже начнется коррекция просто разберите какие у нас были выводы когда в районе последний раз 420 мы увидели сигнал на 50 процентов роста как мы его обосновали какие дивергенции мы разбирали какие глубины там присутствовали какие были характеристики у сигнала там сильный сигнал максимальные глубинные так по индикатору о по каким окнам все все это пересмотреть и тогда у вас надо сказать будет более понимание почему мы так спокойно в трансовушении эти движения разбираем и почему мы их видим заранее так сказать и отрабатываем также можно пересмотреть про ролики про нефть что мы сказали что от 55 у нас очередной раз будет рост и уже мы почти 61 то есть 6 долларов вверх так сказать сказали единственное что мы сказали что у нас диапазон конечно 55 где-то 64 65 что мы можем увидеть нефти 65 но пока что еще в данный момент этого не случилось почему планерка планерка по очень простой причине что когда мы открываем наш портфель и он в табличке и когда мы записываем так сказать все сделки в него специальный раздел без исключения что каждую сделку с ее номером можно отследить то нам нужно заранее рассказывать в принципе пользователей что же мы все-таки делаем и на каждом этапе какие у нас действия очень мы подробно разобрали большом выпуске как мы формируем портфель и для чего мы так долго формируем понижаем средний и что происходит когда некоторые так сказать средний начинают плюсовать где нам нужно отпустить рынок чтобы навсегда забыть про позицию чтобы она прислала давала дивиденды также мы очень подробно рассказывали что мы предпринимаем для того чтобы эти средние постоянно понижать то есть как мы проторговываем каждый уровень вот есть у нас одна позиция которая не очень нам хорошо нравится мы считаем что немножко ошибся с этой позиции все-таки преждевременно и не рассчитал даже я не рассчитал средства и вошел в нее не так красиво как скажем я вошел в позицию м или другие позиции выше средних или на средних которых сейчас мы находимся на то есть у нас позиция как же мы выходим из данной ситуации очень просто мы стараемся выходить мы на сильном сигнале стараемся продать как было у нас вчера а там исчезла ликвидность и сигналами там поэтому сейчас определенные проблемки то есть мы хотя бы 100 лотов выходим по 975 в течение дня там по 955 заходим то есть мы забираем 20 долларов практически чистыми что у нас доллар за вход доллар за выход то есть эта сделка дала нам 18 долларов чистыми все они эти накопившиеся доллары они впоследствии нам сыграют важную роль так сказать получение нашей прибыли то есть каждая сделка на не бывает просто так она слегка понижает среднюю она дает какие-то деньги которые остаются на счету то есть денег на счету стаются больше чем больше таких сделок тех лучше то есть нам ничего не остается как на выносах на сильных сигналах по такой акции сокращаться даже если она еще не вышла не вышла в плюс и на откате стараться набрать так что понизить среднюю далее сейчас по портфеле у нас все очень идеально то есть у нас практически наличных практически половина по себестоимости акции из них одна акция уже плюсуют если она будет сильно плюсовать мы чуть сократим и будем все время получать по ней дивиденды и с ней работа будет уже только в части полученных дивидендов она так сказать перестанет торговаться до своих там новых минимальных если когда-то будут новые минимальные минимумы то мы снова будем увеличивать в ней объем а если будет максимум то объем сокращается и получаются дивиденды также мы работаем с позиции данного траста мы немножко от средней то есть мы буквально 701 это цена трехдневной давности но тем не менее мы не сократили эту позицию там сильно полностью мы ее сокращали ту или до 500 или сколько не помню уже 300 вошли обратно то есть у нас понижается средняя мы входим обратно потому что здесь еще объем не набраны акция достаточно хорошо ходит но с этой акция которая присутствует с ней все понятно еще чуть подрастет еще максимум 100 лотов продадим и будем в ней сидеть консоль консоль скорее всего что если она будет ходить хотя бы 8 чтобы находила хотя бы 8 10 а она в принципе ходит 8 10 недавно она была 8 то здесь начинается такое правило шире шаг или вилка то есть мы будем стараться сейчас брать более широкие движения то есть в консоль теперь мы только будем ходить вот следующий раз в районе девяти чуть-чуть и в районе восьми чтобы от нашего усреднения было как можно больше толку то есть теперь все будет заточено на то что каждое действие приносило как можно больше пользы для этой таблички для этого плана обозвала этот план 2020 то есть у нас уже скоро новый год и мы должны войти в этот новый год с каким-то очень сильно сформированным так сказать портфелем дальше мы идем у нас мы начинаем одну позицию мы в принципе отбили отработали это smlp то есть мы находимся на средних и она еще в нее можно немножко вкачать если снова тут минимум был нет не так уж сильно низок минимум был по моему 294 292 я в нее входил то есть если тоже опять мы здесь применим тактику шире шаг если вдруг она попадет не станом и 300 лотов хватит уже ниже 3 чтобы очень сильно понизить среднюю и сидеть в этой акции остальные у нас плюсуют плюсуют но позиции не набрено то есть тут получается мы купили там 100 лотов купили потом еще эти 100 лотов нам дали грубо говоря там 20 долларов мы их продали то есть мы можем тут и не набрать позиции они могут улететь но этот кэш нам нужен мы не можем сейчас тратить мы не можем сейчас тратить потому что и am еще этот может развернуться который нас сильно плюсуют и снова пойти в район 4 то есть чтобы снова показать этот рост 50 процентов а как вы помните у нас там где 400 был объем то есть нам нужно будет закупаться и тогда мы эту среднюю уже опустим ниже пяти ниже четырех с половиной ниже 420 и уже мы в итоге заработаем на росте 4 6 когда у нас среднее будет 4 то есть сколько бы они не ходили на наших уровнях назовем их для нас комфортными нам лучше потому что снизу мы идем с большим объемом когда мы подходим к своим каким-то уровням мы разгружаемся тем самым пока что мы не видим прибыли и мы можем находиться в просадке сколем год надолго хоть полгода но когда у нас закончится кэш и сформируется портфель на средних то потом первый же рост просто удвоит наш счет если я не говорю уже если мы широким шагом будем идти забирать все движения если его не утрою то есть у нас стоят такие задачи то есть получать в там не знаю 30 50 70 а то есть сто процентов годовых не нам нужно главных получить и вывести портфель на получение от портфеля исключительно дивидендов и при распределении дивидендов новой акции дальше что у нас пойдет как будут в портфель появляться новые фишки то есть пока у нас паритет работать стратегия мощность покупки у нас количество наличных практически равна акции и мы будем этими наличными очень хорошо управлять по текущим позициям снижая средний выводя их плюс либо чуть-чуть сократимся когда здесь будет уже большая доходность и будет будут будет приход уже дивидендов но когда мы начнем их использовать на другие инструменты когда эти акции очень сильно отрастут и мы уже с ним в них сможем сократиться так что чтобы себестоимость этих акций как я говорил большом выпуске в прошлом сначала там была а треть а потом и вообще по себестоимость стала равна нулю то есть появляться будут акции за которые мы не платили тогда мы можем использовать другой кэш то есть наша стратегия не подразумевает сейчас мы конечно можем поискать какие-то идеи добавить два каких-то две какие-то акции просто для того чтобы с ними следить следить за графики они появятся в нашем портфеле но мы их покупать не будем потому что нам нужен кэш то есть нам всегда нужен кэш пока эти акции летят как только эти акции улетят вот улетит траст в район 8 9 там или девять с половиной как мы начинали его торговать да и у нас уже будет по нему тут три тысячи грубо говоря прибыли и мы понятно на росте будем сокращаться так чтобы мы не получим все эти три тысячи прибыли мы получим там может пару тысяч до но когда он при у нас при средней 7 он будет стоить девять с половиной здесь останется 500 лотов по этому трасту то тогда мы возьмем эту сумму наличных и используем на другую идею потому что нам другая идея должна быть тоже подкрепленная она должна быть тоже подкрепленной кэшем как мы только добавим какую-то акцию в портфеле начнем и заниматься у нас под нее должен быть заложен кэш чтобы мы могли ее торговать на всех уровнях чтобы мы могли ее усреднять не чтобы она потом в портфеле оставляя оставалась вот здесь с положительными значениями уходила в положительную зону допустим smlp сейчас если он находится на среднем будет стоит 450 и мы сократим его до 500 и он потом у нас уйдет скажем еще на доллар вверх и мы может быть еще 100 лотов продадим все мы можем уже под него кэш не резервировать потому что он уже просто дает дивиденды он торгуется высоко под него не нужен кэш под него кэш уже понадобится только когда он снизится снова до средних значений а мы можем видеть по графику что это снижение может продолжаться скажем полгода там или шесть месяцев тогда зачем нам держать под него кэш нам кэш под него не нужен мы будем покупать другие идеи торговать другие идеи допустим general electric был по хорошему на сцену улетел мало мы на нем заработали потом улетел без нас потому что нам кэш нужен был на другие акции другие акции снижались мы грубо говоря и понижали по ним среднем вели по них торговлю но когда-то если general electric вновь придет на наши те уровни на которых мы его покупали да и по которым продавали а мы говорили вам берите general electric он даст хороший рост он тоже дал рост 50 центов собственно как практически и все акции которые мы выбрали и транс оушен и эм и эры и это они все 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 они грубо говоря улетели и улетели уже за там месяц за два то есть они показывают более 50 процентов в долларах доходность то есть да этими акциями нужно торговать и вот у нас нет и cnx у нас нету все потому что мы не могли расширяться потому что только сейчас где квадре мы пришли к паритету когда у нас снова половина кэша снова половина акций мы в этом ключе будем действовать всегда улетающие акции оставляем под получение дивидендов под них не нужен на подушка не нужен зарезервированный кэш они идут в другие идеи работаем с другими идеями выводим другие идеи тоже на уровень получения дивидендов и как мы говорили на уровень нулевой себестоимости что мы не за эти акции не платили берем эти деньги снова и так так мы потихонечку дойдем хотя бы чтоб у нас вся табличка была это полностью заполнена может быть какие-то акции поменяются у нас уже менялись некоторые акции и добавится еще такая табличка ниже чтобы у нас был хотя бы 20-25-30 в портфеле акций больше мы потом чисто физически уже управлять ты не сможешь то есть даже здесь когда м очень сильно улетал если честно я не успевал даже по нему делать сделки потому что когда у тебя три там пять гаджетов одновременно в принципе включена но сейчас этот счет у меня приоритетный то есть ему достаточно времени много уделять заранее где-то заявки заставляя но когда на нем представьте будет 20-30 позиции то уже это будет проблематично отторговывать его и даже где-то на выносах расставить заранее заявки чтоб все уследить чтоб все успеть а вы понимаете что я еще смотрю по этим компаниям отчетности которые не могут документы в комиссию по ценам бумагам сша и баланса обязательной прочее прочее читаю новости сейчас одни делают выкуп другие там делают размещение 3 там не понять вообще что делают это нужно все проанализировать и потом просто будет получаться что до торгов часа три я буду читать бумаги потом два часа на предторгах я буду что-то там торговать и расставлять какие-то заявки потом будет весь торговый день где если будет что-то какая-то минутка тоже буду снова читать бумаги потом будет заканчиваться торги я буду на под торгах по пост торгов под торговый анализировать анализировать анализировать. И таким образом у трейдера, у управляющего полностью весь день занято. То есть все у него нет. То есть от такой работы можно, конечно, сидячая работа это очень плохо. Да, я спасаюсь где-то хоккеем, где-то велосипедом, где-то горные лыжи. Но под такую работу уже и желание будет пропадать, когда ты. Поэтому все, портфель упирается в определенное количество фишек, которые наполнены и уже управлять дивидендами значительно легче, чем вести какую-то агрессивную торговлю. Сейчас у нас умеренно агрессивная торговля. Вы видите, что 315 сделок уже совершено. То есть это достаточно большое количество и будет расти. То есть тут будет несколько тысяч сделок в год и может быть и 10 тысяч сделок со временем. И еще количество инструментов будет расти. То есть это масштабный проект, в принципе, аналогов которому в русскоязычном интернете никто не публикует свою торговлю. Никто не ведет ее публично. Итак, вот планерка. Я думаю, формат этот понравился. Рассказывал я вполне доходчиво, что я хочу сделать, так сказать, от рынка. И чего я жду, какие ожидания. И пересмотреть ролики TransOcean и по нефти, чтобы понять, каким образом мы вышли вот на такие показатели, почему система шаблон нам так сигналит. И мы эти сигналы можем и разобрать, и увидеть, и объяснить, и разложить, и показать направление, и показать нашу цель, которую ждем. Эта цель по времени совпадает с теми ожиданиями, когда мы ее ждали. То есть вот такие вот моменты. Вы должны их понимать, что мы тут не торгуем на бум, и что у нас есть и стратегия, и методика, и система шаблон, которая нам помогает видеть рынок. Всего доброго, спасибо за внимание. Это был первый выпуск планерки по конкретному портфелю Interactive Brokers.